Спорт и фитнес по науке. Только логика и здравый смысл. Можете глянуть его. Ролик довольно полезный и довольно показательный. А сегодня же мы поговорим про маркариана и тестостерон. И как его советы по повышению данного гормона могут навредить вашему здоровью. Друзья, напоминаю, что у меня есть подробный гайд о том, как хакнуть свой тестостерон. Гайд основан полностью на научных данных и стоит на данный момент по скидке всего 12 долларов. А если брать его вместе с гайдом по лучшим добавкам для анаболизма, то все это обойдется вам в 20 долларов. Подчеркну, что это совершенно разные материалы. И анаболизм это не только тестостерон, но еще и много других вещей. В общем, если предложение вас заинтересовало, обращайтесь. Мы приступим к разбору нашего сегодняшнего героя. Итак, маркариан собрал вокруг себя целую тестостероновую секту. Позже обязательно будет отдельное видео на эту тему. И эта секта вовсю верит в то, что их гуру начнет поднимать тестостерон и превратит вчерашних мамкиных инцелов в настоящих альфа-доминаторов. И порой, когда слушает самого маркариана, задает себе вопрос. А где он вообще берет эту информацию? Он что, ее с головы на ходу выдумывает? Я скажу, исходя из своего опыта, оно идет вот так вот. Три дня, с третьего дня по 14 вот так, с 14 слегка начинает ползти и к 25 дню выходит на пик в два раза больше, чем на третий день. Это вот так. То есть смотри, третий день, с третьего идет обвал жесткий, к седьмому, девятому дню этот пик максимальный, вот к 14 дню чувствуешь себя костратом просто. Ты думаешь, я вообще мужчина или нет? Такое ощущение, что ты можешь сесть в пользу лотоса и вот так вот просидеть до конца жизни. И вот с 14 дня оно перестает падать и начинает через пато слегка расти. Во-первых, откуда информация, что именно на третий день тест падает при воздержании, а на 25 повышается в два раза в сравнении с третьим днем? Откуда он вообще берет эту информацию? Такое чувство, что он просто взял ее и выдумал. А дальше вообще полнейший бред. 25 день, куда-то вот к 40, к 50, вот знаешь, что в тебе просыпается? Я не юзал, но я предполагаю, вот прям хорошая доза трена в тебе. То есть вот видел, как релесно рарет в клетку после боя? Вот ты так себя чувствуешь. И вот в этом состоянии я себя люблю больше, чем в состоянии таком вот более плавном. Более глупых умозаключений быть не может, потому что никакое воздержание даже и близко не сравнится с фармакологическими препаратами. Тем более с таким, как тренбаллон ацетат. И да, он говорит, что сам не юзал, но предполагает, как оно будет. И тут же говорит, что в этом состоянии любит себя больше. Арсен, определись уже, пробовал ты или нет 50 дней воздерживаться. А вообще вся эта тема с воздержанием уже порядка поднадоела. Люди до сих пор ищут волшебную таблетку, которая решит все их проблемы. Естественно, просмотр порнографии и бесконтрольное теребонькание своего болта, это тоже вредно для тестостерона и для системы мотивации тоже. Есть полно исследований на этот счет. Их более чем достаточно. Именно о том, насколько вредна порно. Ключевой аспект во всем этом, это банально не злоупотреблять. И тогда не нужно будет вам никакое воздержание. Все органы, которые даны нам природой, должны использоваться. Для того, чтобы общее состояние здоровья организма было в норме. И в отличие от воздержания, по поводу секса полно исследований и его пользы. Особенно для ментального здоровья. Конечно, если вы целый день будете только им заниматься, то хорошего результата в плане здоровья вам не видать. Подчеркну еще раз, тут главное не злоупотреблять. И все должно быть в меру. Воздержание, конечно, может быть полезным для определенных людей, у которых теребонькание это уже наркотическая зависимость. И они уже не видят свою жизнь без порнухи. Обычно парнозависимость идет вместе со всем этим бонусом. Этим людям, да, воздержание поможет. Но и для буста тестостерона небольшой бонус какой-то может дать. Но вы его, в принципе, вряд ли когда заметите. Вы не почувствуете там ни в плане силовых какого-то роста, ни в плане там ментального состояния, ни в плане там тем более буста этого гормона до каких-то супер больших значений. И ваша жизнь от этого вряд ли как-то сильно изменится. Хотя подчеркну еще раз, для отдельных людей тема может быть полезной, но только на короткий срок. Потому что, как я сказал выше, все органы нужны нам для того, чтобы их использовать. А люди ищут волшебную таблетку. И маркорян, и адепты это все преподносят именно так. Даже более того, воздержание в отдельных случаях может нанести вред здоровью. Самый частый побочный эффект от воздержания это простатит. Ну и на некоторых людей оно наоборот действует противоположно. Так люди становятся менее мотивированными и разбитыми, чем они были до всего этого. Но опять-таки не на всех оно так действует. Просто природа так придумала, что у взрослого мужчины должен быть секс. А люди выдумывают черт пойми что. И вместо того, чтобы решить те проблемы, из-за которых у них не получается с противоположным полом, люди находят волшебную таблетку в виде воздержания. И потом воняют на весь интернет, что все плохие, а невоздержанцы, видите ли, хорошие. То есть не решают сам корень проблемы. Да и вообще, такие проблемы нужно решать со специалистом. А не за счет воздержания. Только потеряете драгоценное время, да еще и здоровью можете навредить. Сам пару лет назад пробовал эту тему на протяжении месяца. Чисто ради эксперимента. Результат нулевой. Ни тест не поднялся, ни силовые показатели. И самочувствие никак не улучшилось. Да и вообще, реальный перерост к тестостерону дают только антиэстрогены, ингибиторы ароматазы и ХГЧ. Но еще можно поднять тест, снизив пролактин, если тот повышен сильно. Отдельные добавки еще могут там 10% дать к результату. Может быть 15, если у вас есть дефицит определенных элементов в организме. Эти и многие другие методы описаны в моем гайде о том, как хакнуть тестостерон. Я говорю прямо как есть. Адепты Маркаряна могут на меня обижаться и говорить, что я просто завидую. А они такие все сверхлюди. Да и вообще, это какое-то безумие среди воздержанцев. Они рассказывают такие истории, в которых они всегда сверхлюди, а были до этого никем. И мол, месяц воздержания, это по их суждениям мало. Нужно хотя бы год воздерживаться. Тогда точно ты станешь сверхчеловеком. Но увы, пожалуй, я откажусь. Какой же иногда люди пишут бред? И как же они любят верить разным балаболам и слушать их сказочки? И одна из таких сказок, это управление гормонами с помощью нашей психики. И мы умеем управлять этими гормонами всеми вообще возможными рычагами. Аутотренинг. В данном отрывке интервью он упоминает фразу аутотренинг. Это распространенный метод саморегуляции психических состояний с помощью самовнушений. Сейчас к этому направлению добавились еще и другие составляющие. И связанные они по большей части с тем же. Но важен тут именно сам контекст. Маркарян на полном серьезе говорит, что он и его молодая команда могут с помощью воздействий на психику управлять гормонами. Безусловно, психика оказывает большое влияние на уровень наших гормонов. Если, например, человек постоянно находится в хроническом стрессе, то у него часто могут возникать проблемы с тестостероном. А если он, например, уберет этот фактор в виде хронического стресса, даст своей психике отдохнуть, тест поднимется. И да, не надо мне писать, что я вырвал с контекста то, что он тут преподносил нам. Вот вам еще кадр, на котором Арсен прямо говорит, как за счет силы мысли поднять тестостерон. Ты должен стать тварью, ты должен психически стать совершенно другим существом. Когда мы начинаем увеличивать амплитуду мощнейшего эмоционального включения и расслабления, мы увеличиваем и частоту, и интенсивность выработки гормонов. Поэтому это называется быть тварью. То есть, когда я тренировался, был жесточайший олдскул. Что вам еще нужно знать, чтобы понять, что этот человек лютейший балабол? Сознанное управление гормонами, такого еще наука в принципе не придумала. Хотя Маркарян часто идет вразрез с наукой и буквально выдумывает свою. Как, например, в случае с силовыми позами для повышения вашего тестостерона. О чем мы говорим? Геометрия тела нашего пространства влияет моментально на наш гормональный фон. То есть, если человек расправляет плечи и садится ровно, либо кладет руки на стол, либо кладет руки себе на пояс, либо поднимает руки над головой, и стоит так в течение нескольких минут, у него моментально начинает падать уровень стрессового гормона кортизола, моментально начинает повышаться уровень тестостерона. То есть, если в течение 20 минут вы будете занимать одну из силовых поз, любую, у вас уровень кортизола упадет на 20%, а уровень тестостерона вырастет на 20%. У них достаточно сильная прямая обратная зависимость до известных параметров. То есть, не так, что в ноль и в максимум, но до определенных пределов. И ключевым является здесь, конечно же, положение грудной клетки, положение позвоночника. Вот оно, что оказывается. Оказывается, если будем сидеть по-другому, то и тест пойдет в гору. Вот что высокоранговые альфа творят. Пойду сяду по-другому и буду невероятным качком-доминатором. А если быть точнее, то подобное, это лажа полная. Нет ни одного серьезного исследования, которое бы подтверждало то, что таким образом вы сможете поднять тестостерон. В своем гайде о том, как хакнуть тестостерон, я как раз таки описал все то, что вам необходимо знать о влиянии психики на тестостерон. Только проверенная информация, без всяких сказок, что вы станете тварью, которая будет управлять ментально своим тестостероном и тестостероном других людей. Я, в принципе, такого фуфла никогда не говорю и не пишу. Я разбираю конкретные факты, которые подтверждены исследованиями и проверяю это все на себе. И если метод действительно рабочий, я его рекомендую другим. Если же вы посмотрите на самого Маркариана, то он сам при всем том звезде же протестостероновых альфа и пролактиновых эстрадиоловых низкоранговых бета-самцов, как раз таки внешне имеет признаки пролактинщика-эстрадиольщика, который ничего не может сделать со своим лишним весом, списывая все на застой лимфы. Но учитывая, как он любит ездить по ушам, то, скорее всего, это просто большой любитель хавать чебуреки. Или же действительно у него лимфа широкая. Я это к тому веду, что Маркариан рассказывает вам что угодно и про управление гормонами силой мысли, и про воздержание, и про позы для поднятия тестостерона. Что угодно, кроме самого базового. Что в натураху самое главное – это образ жизни, который у героя нашего видео вряд ли спортивный. Учитывая, какой он панторец и как любит хвалиться своими достижениями в ММА, то он бы уже сейчас выкладывал бы каждый день ролики с тренировок, если бы он действительно тренировался. Но при таком весе он даже ходить нормально не может. Максимум только что может – это как беременный таракан двигаться. Какие там еще драки и выступления в ММА, тем более в UFC, как он говорил. Мазик пусть для начала перестанет хавать, то в свои 29 выглядит на 50. Я в таком возрасте выгляжу моложе своего возраста, потому что все делаю по уму, и с логикой, и здравым смыслом, и не ищу отмазок. А тут человек с ожирением и болезненным внешним видом рассказывает, как быть тестостероновым альфа. Просто нет слов. И самое печальное, что у Маркаряна рекордное количество подсосов в интернете. Они в свое время устроили холивар под моими двумя роликами, что мол, выйди с ним на бой и продержись хотя бы минуту. Да ради бога, вообще без проблем. Только сам Маркарян струсит, потому что банально стыдно показывать свое сало на камеру. Он же тут, им пытается показать, что он альфа-самец крутой. Ну какой же это будет альфа-самец с третьей степенью ожирения, которую будет отчетливо видно на видео. Проще укутавшись и спрятав свои отложения, вещать школьникам про то, какой ты альфа-самец. И как ты других сделаешь именно такими. А на этом пока все. Как всегда, став банку сгущенки этому видео. Не забывай писать в комментариях. Билл фитнес, да? Мой любимый блогер. Всем пока. До новых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok